Здравствуйте, это программа интервью, с вами Софья Зиберова. Сегодня мой собеседник – врач-эпидемиолог Кабинета эпидемиолога Норильской межрайонной поликлиники номер 1 Олег Копытов. Поговорим о вакцинации от гриппа и в целом о заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Норильска. Олег Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. В городские поликлиники уже поступает вакцина от гриппа. Расскажите, что это за вакцина, сколько уже доз поступило и в чем преимущество вот этих вакцин, которые поступают сейчас? Мы приступили, наверное, к активной фазе кампании по вакцинации населения муниципального образования город Норильск от сезонного вируса гриппа. На сегодня в амбулаторно-поликлинические отделения нашего медицинского учреждения района Центральной, районов Кайркан и Толнах поступило порядка 35 тысяч доз противогриппозной вакцины. Вакцина наименований трех производителей. Особенностью проведения вакцинации на нашей территории являются два источника финансирования. Это финансирование из федеральных средств, то, что называют вакциной бюджетной. И вакцину, которую приобретает заполярный филиал ПАО «Норильский никель» за счет своих средств для своих работников, это 15 тысяч доз вакцины новой, современной, которая второй сезон зашла очень активно и зарекомендовала себя очень хорошо. В массовый оборот у «Норильского никеля» это «Флю-М-Тетра». Исходя из названия «Тетра», мы понимаем, что вакцина поливалентная, вакцина, содержащая в своем составе четыре основных типа возбудителя гриппа. Это два, скажем так, серовара-сиротипа гриппа А. Да, ну вот будем, несколько такая тавтология получается, но тем не менее профессиональный сленг. И типа возбудителя гриппа B. У нас, наша бюджетная вакцина, это старый добрый моновалентный «Сови-Грипп». Это вакцина, очень хорошая вакцина «Ультрикс-Квадри», которая весьма достойно себя показывает уже на протяжении последних, наверное, лет трех. Это вакцина, не содержащая консервантов. Вакцина, также содержащая четыре основных сиротипа возбудителя вируса гриппа «Ультрикс-Квадри». Старый, добрый, хорошо себя зарекомендовавший «Гриппол». Какой план по вакцинации в этом году? Сколько людей планируете привить? На сегодня, исходя из совокупного населения, которое проживает в муниципальном образовании город Норильск, мы должны привить не менее 90 тысяч населения, как взрослых, так и деток. Наша, скажем так, неплановая, я бы ушел от вообще упоминания плановых значений, скажем так, референсное или индикативное значение вакцинации населения, наша по нашему учреждению, это 65 тысяч взрослых и порядка 10,5 тысяч детского населения. Плюс 15 тысяч, как мы уже говорили, норникель, и вот тем самым мы достигаем вот нашего желаемого результата. Вот сейчас уже началась, да, вот эта вот прививочная кампания. Насколько люди активно идут ставить прививки? И давайте еще раз всем напомним, где это можно сделать. Да, как я уже еще раз повторюсь, мы сейчас вступили в активную фазу нашей вакцинальной кампании, скажем так, было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при председательстве заместителя главы города по социальной политике Натальи Михайловны Коростылевой, где было вынесено соответствующее решение, которое было разослано, да, для руководства исполнения всем заинтересованным сторонам всего вот этого процесса. Мы со своей стороны занимаемся активно санитарно-просветительской работой, призывая все-таки население прийти и провакцинироваться. Получаем списки от предприятий, организаций, организованных коллективов для того, чтобы организовать, да, процесс вакцинации, в том числе и выездной бригадой. Вакцинируем на базе всех наших амбулаторно-поликлинических подразделений в районе Центральной, это Толнахская, 76, проезд Солнечный, 7А, в Толнахе, это поликлиника Толнахская, в Кайркане, соответственно, поликлиника района Кайркан. Кабинеты иммунизации работают с 8 до 19, при себе иметь паспорт полис НИЛС, обратиться в регистратуру маршрутизации, алгоритм, все работники регистратуры владеют, объяснят, покажут, рассказывают, человек приходит, проходит медицинский осмотр, соответственно, минимальный объем, получает допуск на вакцинацию, идет и, собственно, вакцинируется. В целом, сейчас вот уже началась осень, да, обычно осенью у нас регистрируется всплеск заболеваемости. Замечаете ли вы сейчас уже подъем? Безусловно, поэтому и называется, собственно, сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, опять же, учитывая специфику нашей территории, так скажем, таких внутренних миграционных процессов, да, потому что, ну, мы все понимаем, что в весенний, более летний период порядка, ну, существенное количество наших жителей выезжает с территории, да, в различные регионы нашей страны. Сейчас к сентябрю, к октябрю отпускные периоды длительные, ну, в силу, да, наших северных условий, они заканчиваются, народ начинает возвращаться в Норильск, народ, контактируя в тех популяциях, да, вот, в разбросанных по городам и весям нашей большой страны, он проэпидемичивается той бактериальной средой и вирусной нагрузкой, которая вот именно характерна для тех территорий, все это привозят в Норильск, у нас так происходит так называемая, скажем так, микс-инфекция, да, вот пока мы все, опять же, учитывая, ну, определенную, скажем, ограниченность нашей территории, да, и вот пока мы, значит, здесь все не проэпидемичимся, каждая со своим, скажем так, и не выработаем свой, вот чисто, да, присущий Норильску мутаген, который будет преобладать, либо в группе острых респираторных вирусных инфекций, ну, не будем говорить пока о гриппе, но то же самое и произойдет с гриппом, потому что понимая то, что грипп имеет три основных, скажем так, подтипа, да, возбудителя типа А, Б, С, которые, опять же, делятся на подтипы, и все это происходит проэпидемичивание, и я думаю говорить о том, что сейчас превышения эпидемиологического порога на данный момент нет, но, ну, наверное, с начала прошлой недели мы отмечаем, да, значит, то, что обращаемость населения в кабинеты оказания неотложной помощи именно с симптоматикой ОРВИ, да, она нарастает количественно, она буквально каждый день, мы видим уже даже, как бы, небольшие, скажем так, люди сидят, ждут, да, приема в неотложную помощь, именно вот с этими симптомами, но для того, чтобы этого избежать, нам и нужно, да, прийти и вакцинироваться. Вот, кстати, про коронавирус у вас не спросила, сейчас, так или иначе, в некоторых регионах страны фиксируют подъем заболеваемости, да, вводят масочный режим, как у нас на территории обстоятельства. Значит, что такое подъем заболеваемости на сегодня, значит, ковид-инфекции, отличить ее от клиническим проявлением и симптомам от, значит, группы заболеваний острых респираторных вирусных инфекций, либо гриппа, очень сложно. Почему? Потому что патогенная активность, та, которая была присуща именно возбудителю SARS-CoV-2, ковид-инфекции, в первую-вторую волну, да, это серьезные осложнения легочные, да, это поражение легких, собственно, которые приводили к тяжелым последствиям. На сегодня их нет, ковид он встроился в группу острых респираторных вирусных инфекций, но сохраняя тот объем, скажем так, лабораторной диагностики, регионы стали выделять и подтверждать методом проведения полимеразной цепной реакции возбудителя SARS-CoV-2. У нас на территории мы примерно сохраняем те же объемы лабораторной диагностики. Пока говорить о том, что у нас какой-то рост, ну, не приходится, потому что, исходя из тех результатов, которые мы получаем ежедневно, пока ситуация именно по ковид-инфекции относительно стабильно. И опять же хочу повторить и обратить внимание на то, что нельзя забывать о том, что SARS-CoV-2 куда-то делся. Он замаскировался и ушел к своим товарищам в группу РВИ, и никто не гарантирует человеку, что он не произойдет так называемое реинфицирование, да, и он от какого-то потенциального носителя не инфицируется ковид-инфекцией и РВИ, и гриппом в том числе, да, а совокупность вот этих трех возбудителей может привести к серьезным плачевным последствиям. Поэтому и для того, чтобы избежать и нивелировать вот этот негативный момент, пожалуйста, придите, привейтесь от гриппа хотя бы. Вы привнесете свой вклад в нашу благую цель еще раз. Я постоянно говорю о формировании коллективного иммунитета. Это очень важно. Это сама цель, собственно, всей вакцинации. ОРВИ и грипп такие два самых распространенных, мне кажется, вирусных заболевания. Как их отличить? Какие симптомы у ОРВИ, какие симптомы у гриппа? Основным фактором, который отличает грипп от большой глобальной когорты острых респираторных вирусных инфекций, это его токсигенная активность, скажем так. То есть, когда вирус попадает, они все, да, понятно, что путь передачи одинаков, это верхние дыхательные пути, потом начинается распространение по организму, но вирус гриппа, он наиболее токсичный продукт его жизнедеятельности. Поэтому основное отличие именно гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, это если токсичность сильнее, соответственно, симптоматика выражена более ярко. То есть, человек, который заболел гриппом, он зачастую может сказать до часа, когда ему стало плохо, когда поднялась у него температура. То есть, вот буквально, да, приходит пациент, он говорит, вот вчера в 3 часа дня, там, либо ночи, да, у меня поднялась резкий подъем температуры, слабость, сломота и так далее, и так далее. То есть, это очень быстрое, явное проявление симптоматики, которая, это грипп. Острые респираторные вирусные инфекции, токсический эффект меньше, тяжесть симптомов дошла до того уровня, что он пришел и обратился в кабинет неотложной помощи, должно произойти некая элиминация, да, вернее, распространение вируса в организме до его элиминации, то есть, излечения и полного освобождения, как правило, один, два, три дня. А лечение у этих двух заболеваний одинаковое или разное? Специфической, скажем так, профилактики конкретно, которая присуща либо гриппу, либо острым респираторным вирусным инфекциям, ну, ее не существует. Ну, опять же, мы же, да, начали с того, что инфекционный агент один, путь передачи один, соответственно, и, значит, скажем так, принятые схемы лечения, они примерно одинаковы, да, единственное, что при возбудителе вируса гриппа может быть концентрация лечебных препаратов, ну, медикаментозных, да, либо кратность приема увеличена и так далее, и так далее. И давайте еще раз напоследок напомним всем меры профилактики, как не заболеть, вот когда все вокруг болеют. От любого инфекционного заболевания, да, от бактериальной теологии, где возбудителем являются бактерии, от вирусной, где возбудителем являются вирусы, вот при условии, что этот путь передачи воздушно-капельный, да, то существуют, ну, меры профилактики, ну, элементарные меры соблюдения личной гигиены, да, это мытье рук после контакта с какими-то поверхностями в период, если мы видим, да, и регистрируем, тем более, превышение эпидемиологического порога, это, ну, наверное, нужно постараться избегать посещения мест массового скопления людей, да, это общественный транспорт, это магазины, это какие-то торговые центры, а коль мы туда пришли, значит, нужно что сделать? Нужно вспомнить старый добрый второй способ, два, это экранирование, это ношение маски. Мы сейчас проговорили о неспецифических, да, мерах профилактики, которые опосредованно позволят нам не заболеть. И вспоминаем основное главное, это специфическая профилактика, это что? А это вакцинация. Поэтому, как бы мы, о чем бы мы ни говорили и не рассуждали, мы возвращаемся к основной мере превентивной, это вакцинация. Олег Валерьевич, спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, это была программа интервью. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok